Юные вокалисты исполнили песни, которые стали для ветеранов любимыми много лет назад. На фронтах войны народные песни напоминали им о родном доме. В тылу помогали дождаться любимых с передовой. Убеленные сединой бабушки и дедушки любовались юностью и задором начинающих артистов, самой младшей из которых было всего 6 лет. Традиционный праздник для ветеранов войны и тружеников тыла, первого и второго микрорайонов, прошел на базе Центра социального обслуживания. Идейным вдохновителем торжественных мероприятий стали председатели Совета ветеранов и депутат Петр Смирнов. По словам Людмилы Михайловны, готовиться начали месяц назад. Провели большую работу, чтобы пришли ветераны, потому что им очень тяжело ходить. К сожалению, люди стареют. Петр Смирнов поздравил ветеранов с наступающим праздником и поблагодарил их за мужество и самоотверженность на фронте. Доблестный труд в тылу. И вручил участнику Великой Отечественной войны Григорию Григорьевичу Афонину цветы и подарок. Ваша задача, ну и наша тоже в том числе, это передача этой памяти, воспитание наших внуков, детей. Дело в том, что 9 мая мы соберемся со своими семьями. И важно, чтобы каждый из нас помнил, ради чего наши деды и прадеды шли на войну. Тем, кто не смог прийти на концерт, подарки вручат на дому 9 мая. Также ветераны примут участие в торжественном митинге на площади и параде. По словам Людмилы Михайловны, члены Совета ветеранов микрорайона охотно участвуют в мероприятиях и сами предлагают различные идеи. У нас очень хороший сам по себе совет ветеранов. 8 человек, все молодцы, мгновенно откликаются, никаких трений, никаких, все делают с удовольствием. Концертную программу накануне Денья Победы им помогают готовить творческие коллективы города. В этом году гостями праздника стали воспитанники Центра внешкольной работы. Подопечные Людмилы Корпушовой из ансамбля «Забава» исполнили для ветеранов русские народные песни и любимые композиции военных лет. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.